В магазинах появляются новогодние отделы, на садовод приехали новые поступления ёлок и гирлянд. Всё это означает, что скоро весь интернет будет пестрить рекламой о новогодних продуктах, а это самое время немного подзаработать, а может быть даже и много. И в этом видео мы делаем разбор новогодних товаров, которые были на данный момент в Вайлдберисе. И в этом видео мы с вами сделаем разбор и аналитику новогодних товаров, посмотрим сколько продаж, какие перспективы и какой товар уже продается. В общем что, наливай себе огромную чашку чая или кофе, можешь сделать скорость x1.5 или x2 и конечно вперёд к просмотру. А я тебе хочу напомнить, что в описании к этому видео ты можешь найти ссылку, где я сделал такой бесплатный марафон, как начать продажи на маркетплейсе, на примере Вайлдберисе. Посмотрим, что Вайлдберис сам предлагает по запросу Новый год. И уже там, кстати, есть новогодние различные штучки, которые уже покупаются. И есть небольшая статистика. За прошлый год, к сожалению, мы не можем посмотреть, что продается на самом Вайлдберисе, потому что сервис только с января начал работать и значит всё-таки мы можем посмотреть по сувенирам, по подаркам и по другим категориям, что мы сейчас с вами и сделаем. И начнём мы с чего? Начнём мы с категории «всё для праздника». «Всё для праздника» — это как раз там, где находятся гирлянды, ёлки и всё то, что будет продаваться в Новый год. И примерно постараемся хотя бы первую сотню посмотреть, что там есть. А выгрузка, конечно же, будет. И смотрим. За 30 дней что мы здесь видим? Начнём с тренда. Видим, тренд растёт, всё растёт. И продажи растут больше, чем даже прибавляются бренды. Тренды-бренды, уже тут заговоришься. Так, что с продавцами? Так, «Вэлдберрис». О, смотрите, как странно. «Вэлдберрис» не самый первый, и это уже хорошо. Бренды. Видим, какие бренды. И видим, что очень много поставщиков брендов, которые... Ну, в общем, рынок неконсолидированный. Это очень круто. Под категории. Видим, что мы с вами видим. Основные продажи, значит, это воздушные шарики. Потом, значит, гирлянды и фигуры. Причём это за прошлые 30 дней. То есть гирлянды уже продаются. Далее, карнавальные костюмы, одноразовая посуда и подарочные коробки. Коробки посмотрим, гирлянды посмотрим. И ещё много-много-много всего интересного. Так, давайте мы сделаем нашу обычную, привычную статистику. И вот так вот примерно прикинем, где товара относительно немного, а продаж относительно много. И, к примеру, к примеру, так, что мы видим, что мы видим, особо пока мы видим, что, смотрите, вот гирлянды и фигуры, всего лишь 2000 товаров, а продаётся на 12 миллионов. И продаж 32 тысячи. Это интереснее, например, тех же подарочных пакетов. Видим, там всего лишь 3 миллиона. Либо относительно одноразовой посуды. Продается больше. Наборы для праздников, свечи для торта, бумажные шары. Так, вот, 132 штуки товаров. Это гримы. 2700 продаж на миллион 300. Тоже интересная категория, но вы её посмотрите без меня. Давайте мы посмотрим теперь по товарам и по категориям. С какой мы с вами начнём? Начнём мы с самого Wildberries. Вот так вот я полистал. Вижу тут и всякие текстильные, прочие всякие штуки есть. Меня заинтересовало вот это постельное бельё. Меня оно заинтересовало. Вот этот деревянный олень заинтересовал. Он уже за последние 30 дней, 18 раз его купили. Вот что-то такое мне хочется самому, наверное, в новом году попродавать. Возможно, вот такие вот лошадки. А ещё я посмотрел вот то, что предложил сам Wildberries. Посмотри вот эту вот штучку. Она 500 рублей стоит. И значит продаж было всего лишь 8 штук. Но тем не менее, я думаю, она неплохо будет продаваться в дальнейшем. Также здесь есть вот такие прикольные фонарики неоновые. И давайте посмотрим. Они уже в принципе, да, вот как бы тематика ближе к новому году, возможно. Но тем не менее, она уже продаётся. Поэтому, если вы знаете, где такие найти, то Welcome Wildberries вас ждёт. Вот 169 продаж на 110 тысяч. И стоит эта штука 622 рубля. Так, ну вот такие ещё гирлянды посмотрим. Покупают ли сейчас гирлянды? Вопрос. Вот на двадцатку такие гирлянды продали. А стоят они 684 рубля. Так, ладно, с гирляндами мы разобрались. Так, с деревяшками, с деревяшками. Что тут ещё интересного? Так, так, что Wildberries нам предложит? Ага. Дед Мороз. Смотрим. Ёлка. Смотрим. Вот эта вот штука, это тоже смотрим. Так, это у нас что? Гирлянда. Ага. Всё. Пока нам этого достаточно. Сейчас мы проверим. Дед Мороз уже продаётся на 62 тысячи. Уже кто-то покупает. Возможно, впрок. Умные люди правильно делают. Так, деревянная фигурка ёлки. Уже на 24 тысячи 39 раз её купили. Запасаются, запасаются. И вы тоже запасаетесь. Так, вот такой фонарь. Смотрите, да, с Дед Морозом. Новогодняя тема. И уже сейчас, ноябрь, ещё она сейчас, сейчас октябрь идёт. Сегодня 6 октября. Тем не менее, на 200 тысяч вот эту штуку уже продали. Вот реальные фотографии, конечно, выглядят не так прикольно, как вот эта. Видим здесь вот эта штука в фокусе, задний фон размытый. Это прям такая продающая фотография. Поэтому по поводу новогодних штук, ну, делайте выводы, как говорится. Делайте выводы. Делайте вот такие красивые штуки. Да, кстати, а мы с вами посмотрим вот этого вот сейчас поставщика. Так, не он. Сейчас мы его найдём. В нашем... У него сколько? 357 товаров. И посмотрим, что у него сейчас хорошо продаётся. 76 тысяч. Вот такое вот бельё. Новогоднее бельё. 42 тысячи. Продажи. Продажи стартуют. Продажи стартуют заранее. Поэтому, если вы знаете, где взять такой товар, ещё раз welcome. Так, что здесь? Поиск бренды. Попробуем так найти через бренды. Вводим название бренда. Ищем. Так, что-то у нас нашлось. И сейчас посмотрим. 470 товаров. Так, посмотрим, в каких категориях ещё. Что, как продаётся. Самое продаваемое, это вот, вы не поверите, это светодиодная влагозащитная гирлянда. А фотография вот такая вот стеклянная какая-то мензурка. 338. Далее вот этот фонарь. Далее силиконовый светильник. Гирлянды. Такая гирлянда. И, в общем, гирлянды, гирлянды, гирлянды. Видим, да, что их украшают, в принципе, и бутылки. Давайте посмотрим. Мне вот эта нравится идея. Купить просто гирлянды и вот продавать вот через такие картинки. Я даже не знаю, сколько там метров на самом деле. За два месяца она продалась на 242 тысячи. Ну, понятно, это не только на Новый год покупает, но, в принципе... О, вот это вообще прям красота. Покупает не только на Новый год, но и, в принципе, в повседневной жизни иногда себе хочется устроить праздник. Так, полторы тысячи. Вот такая красота. Красота. То есть, какие-то светильники, что ли, вот как-то это освещается. Гирлянда. Три. Два на три с восьми режимами свечения. Окей. В общем, как мы видим, продажи есть. Различные варианты гирлянд. Различные такие штуки. В общем, все это очень неплохо продается. Так, теперь смотрим одну из категорий, которая называется подарочные коробки. И посмотрим. Вот такая подарочная коробка. Триста шестьдесят шесть тысяч за последний месяц. Что она из себя представляет? Ого! Круто чистка. Что-то сверхъестественное, связанное с унитазом. Чистящее колесо. Ну, посмотрим, что за бренд. Ну, просто интересно. Так, ящик деревянный. Просто деревянный вот такой ящик. Сто шестьдесят пять тысяч. Покажу вам такой ящик. И, так, одного бренда не буду. Коко Короб. Давайте вот его посмотрим. Все-таки свою соточку можно здесь заработать, да? Двадцать шесть товаров, кстати. Вот это коробки. Что тут еще есть? Приколы. Это, короче, все. Коробки приколы. Разные-разные штуки. Так, ну, они уже не так хорошо продаются. Посмотрим еще один прикол. И будем смотреть. Ого! Обогреватель лица. Интересно. Теплая улыбка при любом морозе. Ну. Возможно, к Новому году это и будет продаваться. Кто знает. Так. А мы смотрим деревянные ящики. Вот такой вот обычный, вроде бы, деревянный ящик. Без вот этих, все, что внутри, я думаю, это все не входит. Это просто для фотки. Сто восемьдесят одна тысяча. Стоит шестьсот тридцать рублей. И, значит, восемь продаж в среднем. Так. Цену только они увеличивают. Вот они завезли, распродали, снова завезли. И снова будут продавать. Посмотрим этот бренд. А здесь у нас Коко Короб. Что это такое? Это самое лучшее, самое лучшее маме. Всякие чаи, как мы видим. Какие-то вкусняшки, орехи. Продаж сто пятьдесят четыре тысячи. Коко Короб. Посмотрим. Так. Вот эти шкатулочки. Сто девенадцать штук. Но шкатулочки не самые продаваемые. Самые продаваемые здесь столик. Это у нас поднос. Поднос. Интересно, что за поднос. Так. Вот такая вот. Тоже поднос. Ящик деревянный на четвертом месте. Столик. Короб для хранения. Такой вот короб. Ну, возможно, да. Вообще это ручная работа. Но соточку в месяц приносит неплохо. Точнее не приносит, а просто продается. Обычный простой коробочек. Открою себе на Вайлдберрис. Потом я это все себе проанализирую. Так. Ящик деревянный. Ну, в принципе, видим одни и те же ящики, только в разных цветах. И, в принципе, неплохо продаются. Для чего? Я, в принципе, толком не понимаю. Шестьсот три рубля. Важно отладить здесь производство. Все-таки, чтобы цена была, чтобы в себе в карман что-то откладывать. А не только, чтобы в Вайлдберрис зарабатывал. Разные, в общем, такие шкатулочки вещи продают. Можете самостоятельно изучить. Кока Короб. Ну, прикольно. Вообще восемь позиций. Видим, что не все они так хорошо продаются. На втором месте вот такой вот тоже набор подарочный. Ну, опять же, продаются. Это, надо говорить, последние 30 дней. А, ну, в общем, для мамы. Пап, конечно, не так сильно любит. Ну, в общем, обычная какая-то упаковка. На которой вот забрендировано. Такие вот, даже не сказать, что забрендировано. Шрифт, как ты его забрендируешь. Он чей-то же шрифт? Ну, его можно купить, конечно. Так, а это у нас кто? Это дорогому учителю. Ну, не учитель, наверное, был актуально. Так, что у нас здесь есть еще? Так, подарочная коробка Прикол. Ну, мы ее смотрели. Большая подарочная коробка из плотного гофрокартона. Давайте посмотрим что-то по ценнику. Хотя бы вот 600 рублей что-то стоит. Это набор картонные коробочки расцветки. Ну, уже дальше пошло не очень интересно. В общем, вот такие вот штуки всякие. Большая коробка. Вот, 2200 рублей. Что-то более интересное. Упаковка подарков кирпич. Круто, да. Ну, продается очень мало. Так, посмотрим, что за кирпич. И мы переходим... А, типа, и дарю кирпич. Ну, прикольно. Идея неплохая. Переходим к наборам для праздника. Движемся к гирляндам и так далее. Так, набор для приготовления леденцов. На 118 тысяч. Что еще? Подарочный набор. Зайка. Давайте посмотрим, что за набор. Наверное, какие-нибудь конфетки накидали просто в корзинку. И вот вам, типа, зайка. Зайка-мозайка. Вот такая вот подарочная штука. 120 тысяч за два месяца. Ну... Так, здесь у нас что? Гирлянда из гималайской соли. О, с LED-подсветкой. Интересно. 619 рублей всего лишь стоит. Ну... Не знаю, насколько это хендмей, не хендмей. Видим, туда просто засунули гирлянду вот в эти штуки. Вот так это все выглядит. И я думаю, это даже продается на садоводе, наверное. Но все-таки это, наверное, тяжелое какое-то и не очень прикольно. Так, набор для праздника. Леди-баг. Ну, это лицензия должна быть. Шарики, шарики. В общем, вот такие вот фото-бутафории. Но продаж здесь уже не так много, поэтому здесь мы тоже смотреть дальше не будем. Здесь у нас теперь гирлянды и фигуры. Вот это интересно. Это как раз та самая новогодняя тема. И мы видим, что уже 300 тысяч делает вот такая светодиодная гирлянда. Гирлянды можно продавать не только в Новый год. Ёлки я смотреть, кстати, если вы подумали про ёлки, наверное, я не буду. Ну, такая обычная простая гирлянда. Просто там 300 тысяч. Такое мы смотрели. Смотрели. Флажки. Гирлянды, флажки. Интересно. Так, здесь у нас что? Здесь у нас тоже различные гирлянды в бутылке. Ну, в общем, вы видите, кто занимает лидирующие позиции. Я думаю, к Новому году они также будут занимать лидирующие позиции, если не появится что-то более крутое, более трендовое. А трендовое, скорее всего, появится. Появится что-то более, наверное, дешевое. Либо у этих цены поднимется, а у кого-то не поднимется. В общем, вот такие вот штуковины вы все видите. И видите, сколько это приносит денег. Фигурок я не увидал. Увидал эти фонарики, которые мне приглянулись. Вот. Тем не менее, тем не менее, мы это все проанализируем. Ну, и сама категория все для праздника. Что же приносит деньги? Конечно же, воздушные шарики. В ассортименте. Они стоят 271 рубль, но приносят почти там 800 тысяч. Кстати, вот искусственная ель. Она уже на втором месте. 577 рублей. А цена ее 14 700. Ну, нехило. Кто-то уже начинает, походу, Новый год справлять. Так, сюда у нас сын полка, сын полка затесался. Прикол. Гирлянды. Это мы с вами смотрели. Это у нас черный плащ Акацуки. Я не знаю, кто это. Но вот на фотке вы можете посмотреть. Что-то из аниме может. А вот уже, смотрите. Карнавальный костюм Снегурочка, Дед Мороз. Уже люди задумываются, строят бизнес-планы, как бы им попродавать свои поздравления новогодние. Так, что у нас волшебный? Волшебная палочка Гарри Поттера. Ну, круто же, конечно, да. Я не думаю, что она лицензированная какая-то. Волшебная палочка Гарри Поттера. Изготовлена мастером Али Вандером. Упакована в красный футляр с яркой золотой подложкой. Преимущество палочка-близнец волшебной палочки Темного Лорда. Все, в общем, из фильма. Я не знаю, насколько это лицензировано. Продаж неплохо. По сотке в месяц она приносит. Обычная палочка. Продает по 1400. Ну, вот, не знаю, сколько стоить ее будет сделать. Я думаю, что 300-400 она в закупке. Может быть. Если большими объемами брать. И по тысячонке наваривать. Скажут, да и что, плохо разве? Много шариков. Эко-мешочки. Не знаю. Вот еще одна елка. За 37 тысяч рублей. Ну, продаж мало, конечно. Пять всего лишь. Но зато к Новому году, я думаю, здесь просто все поменяется. И елки займут первое место. Будут опять многомиллионные продажи. Жалко, этот сервис был сделан не в начале декабря прошлого года. Тогда бы мы с вами все это подробно проанализировали. О, сюда, смотрите, попал все-таки черный ящичек наш, который мы смотрели. Еще одна елка. Что-то я дешевых елок не вижу. Все 13 до 15. Еще дороже. Так. А, еще палочка дамблдора сюда у нас попала. 158 тысяч. Ну, круто. Не могу отказать себе в удовольствии посмотреть, все-таки, что это за бренд. Крутая все-таки палочка-то, крутая. Не знаю, может, их закупают, может, еще где-то их берут. Давайте посмотрим вообще, что у этого бренда есть еще в наличии. Так, грузится. 196 товаров. Вот видим, плащ. Это топ. Кулон. Маховик времени. Гарри Поттер. Ну, прям фанаты Гарри Поттера. Дары смерти. Все-все-все, что с этим связано. Закладки для книг даже есть. Это Дэдпул. Маленький Дэдпул. Я не знаю, где они это все берут. Как они это продают. Но очень интересно, есть ли у них сертификаты. Потому что, если вы надумаетесь все это продавать, то я уверен, что должны быть сертификаты. Это лицензия, это бренд, Гарри Поттер, все, что с этим связано. Но, может быть, они продают как-то иначе. Либо у них лицензия какая-то волшебная. Как вот эти все палочки. Палочка есть, почему бы не сделать себе сертификацию. Так, что мы здесь еще можем посмотреть. Так, бумага упаковочная. Ну, в общем, шкатулочки, наверное, вот интересные было. А все остальное уже такое. Продаж не так много. Посмотрим еще с вами сувенирку. Сувенирка, она почему-то вот в ювелирных изделиях. Хотя здесь вот просто набор ангела-хранителя, например. И продается, ну, так себе все продается, конечно. Продажу, вы сами видите. Рассматривать не хочется. Вот есть Соколов, Артена. Кстати, по брендам. Да, рынок такой консолидированный. Бренды делят. Кто заходит, они тут крошки со стола слизывают. Давайте попробуем тут найти сувениры. Так, вот сувениры для дома. Просто надо сменить категорию. Все-таки сувениры для дома есть. Давайте вот так вот сюда зайдем. И сюда найдем. Возможно, нам повезет сейчас. И мы посмотрим еще ряд сувениров. Так. Нет, здесь тоже мало-мало. Давайте вот матрешки. У меня друзья живут в Германии. Мне интересно, если матрешки им туда продавать. Ну да, матрешки не продаются. Хотя они на первом месте. Вот интересно, как так попало, да? Электронный счетчик нажатий. Зачем он? Не знаю. Давайте вот ангелочка посмотрим. Хотя это новинка. Деревянный нож Карамбит. Откроем, посмотрим. Вот, слоник интересный. Но тоже новинка. Посмотрим, как новинки продаются. Вот нож новинка. Ну, 36 тысяч, неплохо. Ну, как? Сколько он стоит? 400 рублей? Ну, всякие разные ножи. Короче, тут ангелочек тоже не продается. Так, посмотрим на слоника. Просмотрим на этого. Это... Я сначала подумал, что это Гомера Симпсонов. Но странно. Какая-то кошка. Какая-то вот такая вот книжка. Это все мы смотрим с вами топы. Топы. Так, давайте вот такую шкатулку посмотрим. Вот такую штуку посмотрим. Просто камень. Мы продаем камни. Так, 15 штук. 3000 слоник. Ну, слоник только приехал. И, видимо, из Индии отдыхал. И пока что не очень хорошо продается. Вот такие индиго. Тоже 6 тысяч. Кошка. Две кошки продалось. 973 за месяц. Все за месяц. Книжка. Золотой запас партии. На полторы тысячи продалась шкатулка. На 6 тысяч. И сувенир Друза. Друза. Я не знаю. На 20 тысяч. Интересно. Что вот такого вот в этой штуке. Как вот. И мне интересно. Просто ее выбирают покупать. Я говорю. Куплю-ка я вот синий камень. Да. Ну вот. Не знаю, насколько на Новый год это будет все актуально продаваться. Что бы еще тут посмотреть. Так. Молитвенный коврик. Не будем молитвный коврик смотреть. Так. Тут уже символика пошла всякая разная. Все. Я ее не хочу проверять, смотреть. Возможно, вам понравится. Возможно, и не понравится. Давайте мы посмотрим. Посмотрим с вами сувениры для дома. Зайдем прям в категорию и посмотрим по категории. Это вот сувенирная продукция. Сувенирные ножи мы смотреть не будем. Загружается наша категория. Надеюсь, там хотя бы больше сотки продажи. Ну вот, прям в сотку. Матрешка на первом месте. Вот такая. Матрешка Москва. Тогда по брендам глянем быстренько. Ну, да. Так себе рынок, конечно, немножко консолидированный. Товары. Так. Ножи. Ножи на втором, третьем месте. По 100 тысяч почти. Набор из пяти кукольных матрешек. Матрешки, ножи. Так. Это маска удаленка. Интересно. Интересно, что такое. Просто ради интереса. А, вот какая маска. Все, я понял. Так. Ножи всякие. Много ножей. Я не знаю, какая сувенирная продукция. Вроде сувениры. Вот как-то офицерский кортик. Магический шар. Ну. Продаж так себе. Ну, вот такие шары точно я видал на садоводе есть. Simuland. Вот. Я, кстати, в одном из видео рассказывал, что менеджер звонил мне. Давайте их поанализируем. Что у Simuland хорошо продается. Возможно. О, боже мой. Simuland как-то не очень. Не очень. 313 товаров. И самый лучший из них обложка твердая. С файлом до свидетельства о браке. Ну. Ну, что я вам скажу? Ничего вам не скажу. Ну, в общем, вот такой разбор получился. Не знаю. Если у меня останется время, я еще, возможно, что-то найду. Досниму и расскажу. Отдельно. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok